Дети-беспризорники погибают, так сказать, выбрасываются из окон, горят каждый день дома, взрывается газ, самолеты, теплоходы, преступность, проституция, детей вывозят, чтобы на замену органов. Вы понимаете, что происходит? Ваш президент был, Путин, и за эти 13 лет вывезены сотни тысяч женщин русских на панель стоят в Европе. Вот результат деятельности Путина. И дети вывезли не усыновление удочерения, на замену органов. Это для чего мы рожаем наших детей? И что? Трудно остановить, сколько раз в Думе я говорил, прекратить вызов детей. Пусть плохой детский дом, но на родине, и никто не притронется к ребенку. Я бы сказал, что Путину, ты зачем утопил космическую станцию, которая была еще хорошая? Ты почему убрал все военные базы? Куба, Корея, Вьетнам? Ты почему же решил пролет и проезд американских натовских войск в Афганистан? Почему не говоришь правду про гибель подводной лодки КУС? Почему вы промолчали, что это американцы взорвали нашу русскую лодку и не одну? Вы продали наших моряков за 700 тысяч долларов. Иван Иванович, кто уничтожил шахтеров при Ельцине? Вы помните Чубайс, что сказал? Все шахты закрыть, все нерентабельно. Разогнали Министерство угольной промышленности. Это сделал Чубайс, враг номер один. Что сделал Путин? Назначил его министром нанотехнологий. До этого он разгромил РАО ЕС. То есть в чем проблема-то? Что вы говорите элита? Бандиты вокруг Путина, олигархи, негодяи, преступники, пятая колонна. Ну скажите нам правду, что американцы давят на вас и вынуждают вас, чтобы не надо было нажимать на ядерную кнопку, деньги России, хотя бы треть бюджета, отправлять в Америку, в американские банки, чтобы отсрочить финансовый кризис США. Ну нам скажите правду, хотя бы в парламенте. Мы же ничего не знаем. Но деньги России уходят в Америку. И мы не хотим быть колонией Америки. А все-таки как главнокомандующий, я говорю, никакой войны никогда не допущу. Ни один русский солдат никогда больше даже ранен не будет. Русские совершенно не согласны с обращением Путина о том, что ему не нравится лозунг «Хватит кормить Кавказ». Как это так? Вы тут так говорите. На Кавказе много безработных, ребята молодые, горячие, с оружием в руках, приедут в ваши города. Это кто так должен говорить? Президент России и русского народа пугать 120 миллионов русским, что эти горные абреки снова придут в наши города, сожгут их, изнасилуют наших женщин и отберут наши богатства. Это президент страны. Да. За него много проголосуют на Кавказе, национальных регионах. Главный раввин России Берлазар сказал, столько, сколько сделал Путин для евреев, никто никогда в России не делал. Это самый лучший президент. И я согласен с ним. Ну почему русские не могут так сказать, что Путин хоть чуть-чуть сделал для русского народа? Поэтому я вас ловлю на ваших выступлениях. Вы говорите, что я сказал, что, мол, я не прав, что вокруг Путина бандиты. Я имею в виду, есть бандиты, есть преступный мир. Огромное количество хороших людей вокруг Путина, Медведева, наша прекрасная страна, деятели культуры, спорт, интеллигенция. Мы говорим об отдельных людях, что Путин не сказал, уходя 8 лет назад, что он много делал, но не смог побороть коррупцию. Что такое коррупция? Это самое страшное преступление, не поборов которое, мы ни одного вопроса не решим. И как бы вы здесь нам не славили прекрасную программу президента, будущего кандидата, но если он не дает программу хотя бы за 3 года резко опустить коррупцию, все планы провалятся. Не мировой кризис, он идет уже. А именно коррупция. Почему Дарькина убрали? Что по состоянию здоровья зашкаливает криминал Приморский край. Мы потеряли. Это сплошная бандитская зона. Но там живет много честных, хороших людей, в чьих руках власть. Власть в руках криминала. Не только в Приморском крае. Тамбовская область. Московская область. Город Москва. Мэр Лужков. Указ президента. Отстранить от должности по недоверию. Это что такое? Это криминал. Это бандитизм. Это коррупция. То есть правильно Путин, Медведев. Убрали уже 70% губернаторов за 13 лет. Молодцы. Но вы снова уберете еще 30. Вы полностью обновите губернаторов. У вас действительно может быть полностью новое правительство. Но главную болезнь России коррупцию вы не в состоянии побороть, потому что нет конкуренции политических сил. И посмотрите, какую страну мы получили за 13 лет правления Путина. Ведь 4 года он мешал Медведеву. Медведев не мог управлять. И это 13 лет ложатся на него. Дети выбрасываются из окон. Педофилии такой не было ни в одной стране мира. Зашкаливает. Коррупция зашкаливает. Разводы зашкаливают. Мы везде на последнем месте. Вы можете понять. Везде. У нас только хорошее место по какому-то виду оружия. Везде в самом конце. И везде на первом месте самоубийство, преступность, коррупция. Люди уезжают. Деньги все уходят за рубеж. Сколько при Путине ушло за рубеж? Вы знаете? 254 миллиарда. Такого никогда не было. Ни при одном царе.